Елена Утемова отметила, ситуация с коронавирусом остается напряженной. Ежедневно количество заболевших больше, чем выздоровевших. Всего в регионе сейчас открыто 1905 коек для больных COVID-19, занято 1527. Порядка 20% коечного фонда остается свободным. В январе планируется поступление еще 52 тысяч доз вакцины, и уже после новогодних каникул начнется массовая вакцинация всех групп населения. Данные о каждом привитом гражданине внесут в единый регистр COVID-19. Этот регистр общий для всей страны, где бы гражданин не находился, можно посмотреть в этом регистре, то есть там не просто фамилия, имя, отчество, дата рождения, но и по СНИЛСу как индивидуальному идентификатору всегда можно определить этого человека. В региональном Роспотребнадзоре констатируют, в основном люди инфицируются в семьях или при общении с родными. В связи с этим в надзорном ведомстве рекомендуют больше внимания уделять санитарным требованиям. Их соблюдение проверяют и в различных учреждениях региона. На прошлой неделе было проведено 82 проверки общепиты, торговые центры и госучреждения. Составлено 14 протоколов. По части 2 статьи 6.3 Кодекса об административном правонарушении все материалы переданы в суд. Если брать статистику с 1 сентября, то общая сумма административных наказаний сейчас составляет 2 миллиона 511 тысяч. В сфере образования ситуация остается стабильной. Сейчас практически все школы региона находятся на каникулах. Сегодня последний учебный день только в 36-й школе областного центра. В штатном режиме работают только детские садики. Из них один закрыт на карантин в Везняковском районе. Еще в 22-х закрыто по одной группе. В основном это садики Гусь-Хрустального и Мурома. А для школьников в образовательных учреждениях подготовлена обширная образовательная программа. Открыто 4 лагеря с дневным пребыванием. По 2 в Меленковском и Ковровском районах. И еще 2 профильных лагеря. Ребята смогут получать новые знания и на дому, дистанционно. В дистанционной форме у нас работает Экванториум. В дистанционной форме у нас работает наш Центр для одаренных детей. И все каникулы уже расписаны. И определена программа, по которой будут вестись занятия. Которая носит название «Новый год в разных странах мира». Образовательные программы подготовили и учреждения дополнительного образования в муниципалитетах. Это квесты, тематические занятия, флешмобы, спортивные мероприятия, виртуальные экскурсии. Подробное расписание занятий жители региона могут увидеть на сайтах управления образованием в муниципалитетах. Анна Столярова, Алексей Кандалов, телеканал «Вариант».